Привет! Если ты тыкнул на это видео, ты наверняка знаком с этим мужиком, с этим, а также с этим. Но знаком ли ты вот с этой тварью? Если да, то сегодня ты познакомишься с ним чуть-чуть поближе, а если нет, то смотри это видео и погрузись вместе со мной в эту жесть. Я до смерти боюсь всяких хорроров, но при этом сегодня я постараюсь выжить с ним в одном мире. Основная проблема заключается в том, что мне нельзя шуметь, иначе это существо придет и убьет меня. А перед этим я успею словить 10 тысяч сердечных приступов и столько же раз испугаюсь. Ставь лайк, подписывайся, дабы продвинуть это видео, ведь я очень сильно старался, а мы начинаем. Ну что же, мир создан, и нас сразу же встречает вот такое меню с надписью PLAY. Это, по всей видимости, какое-то сообщение, которое я должен прослушать. Ну, давайте прослушаем. Что ж, по правде говоря, объяснять особо нечего. Если вы не хотите проблем, присядьте на корточки, когда стемнеет, и вы, может, выживете ночью. Я серьезно. А если вы проигнорируете это, будьте готовы к непредвиденным последствиям, которых вы можете даже не заметить сначала. Кроме того, будьте осторожны с водой. Ничего плохого не случится, но будьте осторожны. Удачи. Так, вроде бы я все понял, но меня очень сильно, во-первых, смущает вот этот фильтр перед глазами телевизора. Не знаю, насколько сильно он будет мешать просмотру, надеюсь, не очень. И второе, меня очень сильно насторожило, что сидеть всю ночь на корточках, что простите, я типа должен фулл ночь жать клавишу шифта, не отпуская, иначе он меня убьет, или как это работает? У меня что-то нет никакого желания просто всю ночь сидеть на шифте. Можно я посплю ночью? Или не рекомендуется лучше? А еще меня удивил пункт с водой. В смысле? Вообще к воде не подходить? Так, ладно, пока не будем всем этим пренебрегать, просто примем к сведению. Пока у нас не наступила ночь, я так полагаю, я могу спокойно выживать. Нужно хотя бы дом начать строить, это капец, у нас очень мало времени, ребят. Ладно, я в целом опытный выживальщик в сфере хоррор-модов, хотя с таким я еще ни разу не сталкивался, поэтому мне аж самому страшно играть в это. Обязательно поставьте лайки и подпишитесь, потому что я стараюсь ради вас. А в будущем вы с гордостью сможете сказать, что были олда моего канала. Ой, мне так некомфортно, честно, играть с этим телевизором перед глазами, и дело не только в том, что он мешает просмотру, это просто выглядит очень неприятно и странно, пугающе даже, я бы сказал. Хрена, я, конечно, добыл досок, я даже сам как-то не заметил, но мне же на руку. Добыл немного булыги, мне этого вполне достаточно сейчас будет на первые инструменты. Пока что вот так у нас не густо, ставим печку и добываем, конечно же, мясо, потому что если я сейчас еду не добуду, я ее потом, мне кажется, вообще не смогу никак добыть. Скорее я сам чьей-то еду и стану. А я, знаете ли, не очень хочу повторять судьбу вот этой вот коровы. А чтобы меня не съели, мне нужно построить дом и спрятаться. Я не знаю, я боюсь даже ночью спать сейчас, как мне вот выживать. Так, ладно, забыли про ночь, надо заниматься другими вещами. А то всю ночь, ночь до ночи у нас еще как минимум пол, половина суток. Это примерно 5 минут, так что живем пока что. Очень давно я на самом-то деле не снимал хорроры, не знаю даже соскучился ли я по ним. В каком-то роде, да, прикольно будет снова попугаться, но с другой стороны, я никогда это не любил, честно говоря. Я думаю, даже смысла сейчас куда-то убегать далеко от спавна нету, потому что я просто не успею до заката, поэтому я просто сразу же здесь где-нибудь дом себе начну строить. Блин, чуваки, я так подумал, мод же называется вроде как тишина, а я сейчас ставлю блоки, добываю их, это как бы не очень громко. Вы спросите меня, что за хрень я строю? Да я сам особо говоря не знаю, что это такое. По сути, может быть монстр тупой и не додуматься по этой лестнице подняться, или в случае чего я ее просто закрою. Вряд ли он прыгает на 10 метров, я надеюсь на это по крайней мере. Так, надо подумать вообще, что может издавать громкие звуки. Вряд ли сюда относится постановка и ломание блоков. Крафты на верстаке вроде никаких звуков не издают. Ай! Твою мать! Ты что, зачем так делать, господи? Блин, я уже не хочу в это играть, народ. Зачем так делать? Так, витать блоки, когда я громко, блоки я тоже громко ставлю. Все, все, я, я уже, я, все, я поплыл. Это было, это было круто. Это было максимально непредсказуемо на самом-то деле. Господи, я сейчас крен отойду от этой рожи, у меня мышка дрожит. Так, ладно, все, собрались. Это просто какая-то рожа, которая, которая, это, пришла и больше не вернется, я надеюсь. Возможно, кстати... Так, я вообще ровно дом делаю вроде бы. Возможно, кстати, громкими звуками считается, например, что, 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 открытие сундуков. Вот, скорее всего, да. Чуваки, солнце уже подходит к горизонту, я боюсь. Даже ночь не успела наступить, меня уже до усрачки напугали. А тут, а тут, что там ночью будет, я боюсь представить. Твою мать, мне за 11 серий страшных летсплеев на моем канале не было так страшно, как после этого скримака. Так, я не знаю, надо как-то закрыть дом. Что я делаю? Как оно крафтится? Что я хочу скрафтить? Не знаю, спасет ли это от монстра. Я даже стены не сделал. Ну, просто лучший выживальщик на свете. А все, уже закат. Куда? Куда? Я уже не смогу спуститься и пойти добыть, что мне надо. Так, думай, что ты еще можешь сделать. Да, да, вот именно так. Это спасет тебя от всех монстров, я так полагаю. Кстати, у меня какого-то хрена вот так лагает скайбокс. Я не знаю, с чем это связано. Если у вас есть какие-то идеи и вы могли бы мне помочь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень признателен и благодарен. Твою мать, уже реально все. Все, ночь. Ночь, вы понимаете, мне конец. Так, ладно, у меня есть топор. У меня есть кирка. Да, и саженцы, да. Я думаю, я смогу с этим что-то сделать и выжить. Вообще, я предлагаю просто взять вот эти саженцы, построиться на 256 блока вверх. И сделать там себе скайблок-базу, на которой я буду выживать до конца этого выживания. Там-то меня точно никакие твари не достанут. Так, все, я уже на автомате почему-то шифт нажал и хожу чисто на шифте. Я даже сам об этом не задумывался как-то. И что, мне на протяжении всей ночи вот так вот на шифте ходить сейчас? А чисто в теории я смогу на шифте пройти к дереву и добыть его? Я очень не хочу этого делать, но думаю, вы хотите, чтобы я спустился и, соответственно, сделал это. Только если я спущусь, я же, наверное, с очень громким звуком упаду, да? А эти монстры, по всей видимости, не очень любят, когда я издаю громкие звуки. А блоки я вообще могу ломать? Я вообще могу что-то ночью делать. Я же пойду сейчас дерево добавить. Это же тоже относительно громко будет. О, зомби, здорово. Ты такой не страшный относительно тех существ, которые... Точнее, того существа, которое меня напугало. Да, вот это увлекательный геймплей. Всю ночь ходить на шифте. Так, я вот сломаю вот эти две доски пока что. И скрафчу себе сундук. Который у меня благополучно не скрафтился. Вот он. Невидимый почему-то. А такой вот у нас сундук невидимый. Который функционирует. Блин, а это громко было? Что я сундук открыл сейчас? Вроде как нет. Давайте выложим в него вещи свои на всякий случай. Не особо драгоценное. Оставлю только топор. И я хочу пойти добыть себе древесины. Как-нибудь надо нам спуститься аккуратненько вниз. А, пофиг была, не была. Так. Так, так, так. Зомби уйди от меня. Я уж... Я встал с шифта. Я встал с шифта. Это плохо. Надо почаще шифтиться, наверное. Так, это обычно свинья. Хорошо. Я испугался. Я думал, там какая-то тварь на меня уже смотрела издалека. Зомби, отвали, пожалуйста, от меня. Блин, я просто боюсь, что сейчас на весь экран вылезет лицо страшное и испугает меня. Вы когда-то видели такие прекрасные базы? Я вот лично ни разу. Я считаю, это вообще можно брать за отдельный архитектурный стиль. Так, я потихонечку подхожу к лесу. Я очень далеко от своего дома. И я очень боюсь. Деревца, здравствуй. Я должен тебя срубить. Слушайте, вроде этим обам насрать вообще. Я, мне кажется, ничего не будет, если я просто буду бегать без шифта. Но даже если они меня скремнут, мне пофиг, потому что я ничего не боюсь. Давайте, испугайте меня, мне вообще наплевать. Я вот дерево бегаю, добываю. Чувствую, я об этом пожалею. Ну, а тем временем прошло уже больше половины ночи, и я до сих пор живой каким-то чудом. Это не может не радовать. Итак, я почти вернулся к себе домой. Осталось... Бирстак! Прокопаться вот сюда в стенки и пройти. Вот мой прекрасный дом без стен. Это кто? Это Эндермен. Я испугался очень сильно. Никогда в жизни так не боялся Эндерменов, как сейчас. Да, слушайте, вроде им наплевать. Я бегаю как не в себя по этим тоскам, и всем пофиг. Ну вот и все, вот и нечего меня пугать. Так, свою шедевр базу надо как-то достраивать. По-моему, получается очень даже неплохо. Году так для 2016-го. Ну все, видать, мобы испугались меня пугать на моей прекрасной базе. Поняли? Это что сейчас было, а? Какого хрена там крипер зажегся? Так, зомби научился подниматься ко мне. Ну, а дальше ты не пройдешь. Тут стоит невероятное ограждение. Уходи. По-моему, кстати, в видеосообщении говорилось, что последствия будут потом. Потом только, если ты ночью бегал. Что если ко мне утром придут за то, что я шумел ночью, когда они спали? А Тури, может, эти ребзя просто хотят поспать ночью, а я им мешаю? Ну и не только ночью, видать, днем. Пацаны, ну извините меня, я не буду больше шуметь так сильно. Так, мне надо добывать камень, потому что у меня сломался топор. Где мой сундук? А, он у меня невидимый, точно. Берем, короче, деревянную кирку и погнали в шахту. Каменную не буду брать, потому что не хочу рисковать ею. Вот и пещера с камнем как раз. Я добыл чуть больше камня, чем мне нужно, чтобы скрафтить как минимум еще одну печку. Так как одной как-то маловато будет. Надо придумать способ получше попадать ко мне домой. Наверное, железные двери. Черт, я этого эндермена испугался уже 35 раз. Это ненормально. Ура, у нас есть две печки. Скрафтим топорик. И надо будет доделать дом. Ай, да сраный эндермен! Я его сейчас убью просто, а. Он специально это делает, по-моему, мне. Иди сюда, тварь! Ну, понятно все, ладно. На улице, кстати, наступил день. Я почему-то это заметил только сейчас. А монстры забыли про мое существование. По всей видимости. Ну, я в принципе не против. Супер огромный дом я сейчас строить не буду. В будущем, может, его увеличу. Ну, вот и все. Дом готов. Осталось ставить стекла и сделать крышу. Но это уже не обязательно. Ну, и дверки поставить. Так как-то криво я их расположил, по-моему, немножко. А-а-а-а! Что это было? Твою мать! Никого нет, вроде бы. Ну, нахер, я лучше дома посижу. Я реально убью этого эндермена сейчас. Он меня задолбал уже. Получи, мразь. Друзья, я предлагаю пока что на этом закончить. Потому что я вполне себе нормально так испугался. После того скримера превосходного. Ну, и после внезапной атаки эндермена. Если вам понравился этот моб. Мне он, кстати, довольно-таки зашел. То влепите лайк. Проявите по максимуму свой актив. Тогда я пойму, что вы хотите продолжения. И выпущу его незамедлительно. Ценю каждую минуту, потраченную вами на просмотр. С вами был Дентер. Надеюсь, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok